Так, ну что, поиграемся с пластилинчиком. Вспомним детство. Забиваю сейчас вот эту вот всю часть пластилином. Сделаю форму вот эту. Дальше отобью все зазорчики. Чтобы не было их, сделаем вровень все. И будем уже подготавливать это место для снятия матрицы. Вот такой процесс. Дальше все будем показывать, как это получается. Отмоделировал, сделал вот эту заглушечку. Сделали место под заклепочку. Как бы фальш вот эту штучечку сделали. Заклепочки уже присобачили вместо саморезов. Сейчас все пластилинчиком, все зазорчики отбил. Заклепочки даже отбил пластилинчиком. Чтобы гель-каут не затекал. Ну и теперь раздвоитель. И будем сейчас гелить и снимать матричку такую первоначальную. С которой мы достанем изделие. Это изделие уже будем подгонять по машине. Где нужно шпаклевать. Короче, устанавливать на машину. Потом уже с качественного изделия будем уже снимать матричку. Правильно. В общем, процесс дальше у нас тут идет. Так, у нас тут двухдисковая органика сцепления демпферная. Вот оно NISMO. И у нас тут еще трехдисковая металлокерамика. Вот это вот все нужно двухдисковую органику установить вместо трехдисковой металлокерамики. Вот этот монстр. Тут VK56 двигатель на компрессоре V8. Вот такой вот красавчик. Конечно, тут денег в него ввалили в свое время. Нормально. Ну и сейчас мы переделываем это сцепление. Переделываем реперный диск под считывание датчика коленвала. Все это переделывается сейчас. В общем, кастомная работа. Мы сочережь все ее должны выполнить. Еще нужно сделать кое-какие токарные, потому что не достает первичный вал. Вот тут заводская коробка дизельная. Вот такую переходную плиту сделали. Срезали колокол. Вот такую сделали переходную плиту под колокол VK56. И установили. А мы сейчас должны доработать это сцепление. Зашел в магазин. И если есть манго, то нужно обязательно брать. Сергеич, короче, традициям не изменяем, да? Так, пока я доел манго, Гарри уже тут... Решил покрасить. Помазал крыло уже гилькаутом. Уже растворитель высох. Вот он нанес серый гилькаут. Так что ждем, пока он высохнет. Гарри, кстати, снизу ты мазал? Да, да. Снизу четко помазал? Да. Ты уверен? Пушечка. Смотри, у тебя уже засыхает. Все. Что ты делаешь? Все, огонь. И моли Бога, моли Бога, чтобы он не закрокодилился. А то я тебе дам. Моли Бога, чтобы она отстала. А ну отстали. Ты разделитель на север. Разворитель нормально нанесен. Главное, чтобы он не закрокодилился, когда ты будешь это все накладывать в смолу со стекловолокном. Потому что я тебе уже говорил, как нужно. Лучше меньше гилькаута разводить, но больше отвердоса. Тогда крокодилов не кидает. В общем, рабочие процессы. Так, пока у нас эта сторона сохнет, гилькаут до завтра постоит, посохнет. Загнали в бокс, потому что на улице такая. Дождливая погода. Я что думаю? Тут, конечно, классно, что у нас был лючок. И мы отстрелились от формы лючка. Натянули, потому что крыло было так вот стянуто. И форму не стреляло вообще. Пришлось его так растягивать, устанавливать, натягивать. Короче, установить. Но эта сторона-то у нас не имеет никаких контрольных точек. Короче, придется покомпосировать мозги. Взять, отмерить каждую точку крепления с этого крыла. Взять несколько точек. Отмерить, перенести на ту сторону размеры. Ну и растягивать его, натягивать на ту сторону, устанавливать. Тоже проводить такую же работу. Отбивать пластилинчиком раздвоитель, гилькаут и снимать тоже матрицу. Не знаю, мне нравится как-то получается. И что хотел сказать. Кстати, тут разница между заводским крылом 12 сантиметров. То есть колеса туда влезут любые. И резина тоже. Ну в общем, заниматься будем дальше завтра процессом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.